всем здравствуйте привет привет решила выйти немножко немножко с вами пообщаться не знаю даже что буду делать кухонные в общем дела как сказать работа по кухне у меня сейчас происходит сейчас наверно почищу селедку купила селедочку надо перечислить не знаю то ли шубу буду делать то ли просто съедим не знаю посмотрим в общем сделаем потом разберемся может возьму хоть и неудобный но чтоб потом селедки не вонял у меня вся кухня здесь окно вам отсвечивает не отсвечивает все так неудобно ну пока пока только так по-другому как я говорю новые мои подписчики посмотрите на скажу боже мой что у нее за бардак ну вот пока никак не получается у нас навести быстренько порядочке только так для новых подписчиков объясню еще раз что мы в прошлом году купили год еще даже нет уйдом еще даже нету года как купили и не успеваем хотели быстро но не все получается как хочешь в общем не успеваем немножко с ремонтом поэтому вот такой вид у нас пока будет ну ничего когда все равно сделала и москва не сразу строилась у нас видите много было мы септик делали мы печку выносили отсюда много в общем много-много всяких делов мы сделали но все равно не уложились так что пока одну на планируем до весны может быть раньше не знаю пока вот так но меня уже радует что хотя бы на кухне нет печки прошлом году у нас здесь вот с февраля мы жили была печка здесь это было нечто с чем-то а сейчас хорошо хотела и отдельно и проводку здесь мы все уже поменяли здесь была всего лишь одна резетка или розетка как правильно сказать в общем мы сделали 77 по моему сюда провели полностью поменяли провода отдельно в общем подвели чайнику к духовому шкафу в общем чтоб ничего не выбивала все все уже здесь сделали такое здесь что у нас останется потолок натянуть и панельки хотя как нет еще и косяк надо менять дверной ну короче работа еще хватает не знаю не буду загадывать потихоньку все сделаем просто хочу объяснить новеньким кто не знаком со мной лично например кто начал смотреть недавно хочу просто объяснить почему мы живем в таком хаосе вот поэтому сейчас все так дорого все сразу мы просто но не успеваем не зарабатывать нет не делать вот хочу почистить селедку не знаю то ли сделать мне воскресенье надо приедет наша землячка в гости и вот не знаю то ли сделать шубу то ли что пока еще не решил в любом случае мне ее надо перечистить и убрать также хочу передать опять всем привет моим девочкам кто меня комментирует татьяна светлана ольга динара в общем всем 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 большой привет мой одна рыбка даже с икрой попалась одна с молоками одна с молоками селедка прям такая упругая упругая и ну раз купишь селедку она прям такая от кости мясо от кости отходит мягкая это нет прям такая упругая это где это я в орионе кипи хорошее я не знаю как на вкус прям чистится хорошенько сейчас надо сразу на улицу чтобы даже здесь не воняло мэгги кого ты там опять кого ты там опять сторож от бога кто-то где-то шелохнется уже нагавкает все-таки решила я перерезать на шубу и убрать пока что-то никто не хочет сегодня у нас картошки с селедкой так что уберу впереди праздники пригодится все от мелкие косточки достают просто куча их куча мама у меня уехала в гости молодежной так что мы здесь сами хозяй не чем без нее наверно завтра кто-то приедет вроде убрала хорошая такая прям толстая селедка жирненькая пусть попробовать час кусочек съешь потом же обопьешься поэтому не пробуем вот хребет тоже сейчас отберу вот это черненькая все 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 поубираю в общем сделаю только чистенькое филе шичку я даже порежу сразу кубиками уже было все готово так вот так сейчас перережу кубиками и будет у меня уже одна заготовочка готова да вот сижу сейчас думаю наверное я сейчас и тесто сразу замешу пока у меня есть время и желания пусть лежит мне тесто нравится чтоб оно было отлежавшееся а не так сразу сделала начинаешь лепить наверно манты буду делать я же курдюк купила а может и пельмени я как только соберусь с на заморозку пельмени делать так у нас резкое потепление сейчас на улице опять было минус двадцать сейчас опять где-то минус шесть может даже и меньше не знаю прям тепло ну вот когда на рынок ездили как морозно было да а сейчас прям теплым тепло в общем не знаю но тесто тоже короче не помешает тоже сейчас наверное сделаю пускай себе лежит может быть желание будет нет сегодня не получится потому что фарш я еще не делала и он у меня вообще замороженный надо будет фарш тоже на разморозку достать так будет желание раз пошел немножко полепил полепил вот я смотрю ольга а дарики всей семьей пельмени лепят а у нас нет у нас так не заведено максимум что мы можем с вами это вдвоем лепить а иногда даже и по одной если я например где-то мама может одна лепить если я дома например мама куда-то ушла или например где не здоровится я одна могу лепить в общем у нас у нас нет таких правил чтоб лепили всей семьей но я все зато люблю чтоб всегда были заготовки сделаны люблю и голубцы чтобы были накручены лежали но вот этот год я говорю у нас какой-то сумасбродный такой никак мы не можем еще в нужную колею войти вроде что-то делаем 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 сделано нифига то и не видно целыми днями что-то делаем не знаю пишите что вы будете готовить на новый год всегда же хочется что-то новенькое приготовить но мы сильно разготавливаться не будем потому что я буду на работе аж до 9 числа может быть мы вот налепим манты заранее заморозим пока я буду на выходных ну и голубцы а потом мама уже там пару салатиков так чисто чтоб поужинать гостей нас никого не будет что-нибудь но все равно мне кажется все время все на новый год ждут чего-то новенького хочется чего-то эдакого сама даже не знаю чего конечно же холодец будем варить немножко все и наберем дома тепло на улице конечно сейчас тепло но и у нас прям теплым тепло сейчас я дорежу селезку пойду мусор выносить пойдем посмотрим я покажу вам надо у нас уже пятый час вечера покажу как как у нас на улице какая погодка сейчас дорежу вот и пойдем хочу вот это от селедки сразу в мусорный бак потери кинуть иначе и кошки будут соблазняться на запах ну и через час уже вонять будет неимоверно как вот что у меня получилось и вот ну в общем одна большая 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 тарелка с горой ну две селедочки перечистила все сейчас помою стол и пойдем на мусорку селедка вкусная но потом блин все 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 в этой селедке воняет и нож и досточка я сразу прям хорошенько все вымываю и мусор сразу выношу чтобы прям не было ничего вот так все протерла все пойдемте на мусорку вот видите опять как весна лед подтаивает мама звонила говорит гололед страшен я то никуда не выходила ни вчера ни сегодня она говорит гололед страшный рэм вот радуется одна добрая женщина мне писала что это за хозяйка хоть бы подошла раз к рэму неужели она думает что я к нему никогда не подхожу просто с камерой ну как к нему подойдет он же прыгает вот с утра я ему выносила еду купила ему вчера даже мешок сухого корма потому что он очень плохой едок очень думаю может быть буду мешать в перемешку чапи взяла ему не знаю вот первый раз взяла помешала ну была полная с горой вот съел сейчас на ночь опять занесу оттаю тать чашку разогрею и тепленькая на ночь еще раз да наша мусорка уже полненькая кто-то видимо еще кидает на мусор у цеки банки от гориллы мы такое не пьем кто-то к нам ложит ну ладно ничего страшного пусть пользуется нашей добротой вот так у нас видите как на улице сегодня прям тепло тепло ну что ты хочешь рэм ну что ты хочешь что ты хочешь мы его каждый день отвязываем у нас два часа бегает без цепи только вот привязали просто когда он отвязан мои домашние собаки не могут выходить бояться поэтому больше двух часов мы ему не даем только два часа где-то бегает ну раз уж я уже управляюсь пошлите посмотрим Серика как он подрос за это время Анфиса здесь а где Серик вон он он уже не так шугается да Серик ты уже не боишься моя лягушка с сада занесли сюда чтобы она была не в мокром месте в сухом дома места нет сюда поставили вот видите он уже не шугается сидит рядом с лягушкой что Анфисочка что ты хочешь ты уже была дома вот такая у них здесь такой мини приют так сказать видите везде на стелилии везде у них миски с кормом два тазика с залой мы каждый день меняем и вот тут вареная еда еда вода вот все стоит но место хоть и мало но зато они в тепле все я считаю что им здесь очень даже ничего и нам меньше проблем дома но это просто нереально вот тут сушим сухари с собакам или курочкам не знаю кому но вот так собираем никогда не выкидываем от яиц скорлупу и сухари все время собираем дома уже у меня два баллона за батареи там висят и вот сюда мама уже вынесла еще же боимся что мыши не завелись ну хотя смешно наверное столько кошек и мыши заведутся да серик давайте я поближе покажу какой ты стал красавчик камера что-то не фокусируется видите какой уже так сильно не боится но все равно кому вот его отдашь никому таких-то ласковых котят никто не хочет брать а кому нужен такой дикарь тем более он сам к нам пришел я даже не знаю как он додумался до этого прийти и жить с курями а серик как ты додумался до этого скажи жить захочешь и ты додумаешься ну ладно давайте оставайтесь пошла я пошли ты хочешь выйти не хочет сидите давайте скоро часов 7 и остальных тоже будем выносить ну так время 6 час вечера у нас я говорю вот смотрите как будто весна да все подтаивает все захожу а то я выскочила раздетая купила я все-таки себе фартушек этот раз когда были на базаре ну правда такой же ну здесь хотя бы завязки целые и на моей талии они сходятся а то тому уже не знаю лет 8 наверное фартушку чепчики тоже всякие были ну покупать не стала думаю что их солить что ли есть же у меня один хватит вот сейчас займусь тестом оставайтесь со мной покажу как делаю тесто я ну наверное вот так будет видно да видно вот я так еще сказала ну как делаю тесто я мне кажется все тесто делают одинаково что там никаких таких секретов нет у меня пельменное тесто ну я буду делать на 3 яйца так сесть что ли как всегда муку заранее не насеяла все бегом-бегом ну ничего мы с вами не торопимся просеем вместе сделаю на 3 яйца да и пусть оно у меня лежит а завтра я решу что с ним делать манты или пельмени что нибудь да сделаем так так соль я тоже прямо в муку сразу вложу некоторые в воде растворяет я сразу так вложу и вот у меня которые расколотые яички были сейчас я их прям и использую так вчера складывала яйца 3 лопнутых так 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 и тепленькой водички надо взять я думала меня не видно стою там такая деловая во всей красе ну вот такой бокальчик буду делать камера зеркалит я не левша а то некоторые меня спрашивают ты что левша нет это так зеркалит камера на один бокальчик сделала или на два сделать нет на два наверное будет много надо наверное на полтора или хватит не знаю каша тесто тесто люблю чтобы было покруче и обязательно чтобы было отлежавшееся обязательно вот так тесто я думаю все делают одинаково никаких таких секретов нет это на чебуреке еще там разные способы есть заварное есть водку некоторые добавляют там пельменное тесто но и в Африке пельменное и вот так вымешиваем вымешиваем и получаем много теста месим 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 ну много не много но нормально вот такой вот получился ну на раз хватит сейчас я его прям круто-круто подмешу потом он у меня будет отдыхать в пакете саламаном потом я еще раза три его подмешу и только потом уберу в холодильник каждый же по-своему с ума сходит хотя вот ну все ну один и тот же принцип но все делают по-своему так и я люблю крутое не люблю слабое такое тесто хотя говорят на манте должно тесто быть немножко мягче чем на пельмени нифига я люблю чтобы оно было тоже тугое все сейчас уберу пускай пускай отдыхает потом еще раз подмесим сразу два то есть еще подмесим и убьем ну и с начинкой сейчас решу что делать либо сейчас занесу все либо уже утром посмотрим так ну вот прошло уже где-то часа полтора так еще раз подмешаем подмесим как правильно сказать и уберу уже видите уже какое стало хорошее а на ужин решила приготовить я печень нарезала ее как на бестроганное замочила в молоке сейчас покажу сейчас я ее ну просушу немножко с мукой раскаленное масло отдельно лучочек и на гарнир наверное не знаю что сделаю не знаю может спагетти посмотрим а вот так я ее замочила сейчас я вот это все солью перемешаю с мукой наколю масло обжарю до золотистости и отдельно обжарю лук и все соединю я вот так обычно печень делаю сейчас включу сковородку потом включусь вот я включила уже сковородочку сюда вот насыпала муки сейчас это все перемешаю и в раскаленное масло на 3 минуты где-то а потом уже лук и так бы протушу не знаю я так делаю сейчас надо перчик еще добавить скажите куда вот сюда вот сюда побольше так перчиком ну я уже присаливала еще немножко присалю не знаю я печень так делаю ну либо же большими кусками сейчас большими не хочу решила так сделать сейчас хорошо накалим и посмотрим и посмотрим не знаешь уже честное слово не знаешь что готовить каждый раз что-то выдумываешь хочется ведь еще не ягучу а чтобы вкусненько было вот и выдумываешь всякую яку сейчас еще чуть-чуть не знаю пока уже не знаю куриную печень мы не любим я если беру какой-то на пашкет и то очень-очень редко в основном говяжью использую вот так поджарим все и потом побольше-побольше лук я еще не чистила на чистую головку 4 и будет на счастье пока чистила лук я выключала сковородку немножко приостыла сейчас опять наберет обороты и вот печень получается очень мягкая не знаю то ли это от молока то ли от чего не знаю печень у меня жесткая никогда не получается всегда получается мягенькая вот сколько лука я нарезала вот сколько лука я нарезала и даже его в нашей семье все любят печеньку у меня еще и легкая видит легкая нет я не люблю а вот печень да ну курдак тоже конечно до кем тоже есть ну я говорю у сельди есть же люди которые не едят печень а мы обожаем для нас это прям как деликатес вот этот раз я была в ежике за мясом купила сразу печень я же вам показывала просто вкусняшка будет у нас сегодня на ужин заправлю сейчас еще капусточки или огурчики достанем нет наверное капуста достаточно я заправлю капусточки вот такой будет у нас сегодня ужин соль нормально у нас колоколового лесточка такое И, конечно же, перчика побольше. Перец тоже у нас все идет. И все быстро и легко. Главное, чтобы была разморожена печень. Но я в микроволновку быстро кинула на быструю разморозку. И в 20 молоке подержала. Вот теперь и все. И вуаля. Кто хочет в гарнир, кто не хочет, просто так. Но я сварю сейчас, не знаю, правда, либо гречку, либо спагетти. Сейчас посовещаю. Что сварить. У нас всегда раздвоение. Родители не любят макаронные изделия. А Докен не любит картошку. И поэтому все время мы как-то либо варим и то, и другое. Либо обговариваем. Вот, сварить. Ну, картошку сегодня ядно варить не будем. Потому что я сегодня папе готовила картошку. Мамы нет. Так что будем либо гречку, либо спагетти. Сейчас посмотрим. Либо рожки. Не знаю. Сейчас пойду посовещаюсь. На семейном совете решили, что варить я буду вот такие перья. А печенку мы решили сделать со сметаной. Чтобы было... Ну, как бы соус такой сметаной. Вот так получится сметанном соусе. Вот так получится сметанном соусе. Немножко пропушиться. Зеленый лук замороженный у меня был. Я положила. Вот такой незамысловатый ужин у нас будет сегодня. Как всегда, жду от вас классы, комментарии. Даже можно дизлайки или как их там называют. В общем, жду от вас обратной связи. Пакт у меня развязался. Это говорит о том, что пора заканчивать с этим делом. Все. На сегодня я буду заканчивать. Давайте, пишите. Будем общаться. В общем, жду от вас обратной связи. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok